Дорожная карта Здесь уже родилось более 7,5 тысяч детей, из них 20% недоношенные. Переднатальный центр в этом году отметил пятилетие, и его вклад трудно переоценить. Это Анастасия, у нее сегодня двойная радость. Льву и Даниилу исполнился месяц, и совсем скоро малыши с мамой отправятся домой. На свет они появились раньше положенного срока, и вот братья набрали вес и принимают первые подарки. Готовятся к выписке сегодня и маленькая Вероника с мамой Натальей. Встречи особенно ждет брат малышки. Говорит, что хочет видеть, что приезжал сюда с мужем, навещали они меня. Тут расстроился, что я не вынесла показать. Говорит, ну как же так? А где же сестренка? Получать медицинскую помощь в комфортных условиях сегодня во Владивостоке скорее правило, чем исключение. Год назад филиал детской поликлиники номер 4 на Акатовой был в ужасном состоянии. Сегодня все кардинально изменилось. Ремонт хороший, свеженько, приятно ходить по такому помещению. Ну и врачи сегодня обходительные. Зашли сегодня в поликлинику и просто рады, очень рады. Все очень красиво, детям есть идея погулять немножко, телевизор посмотреть, пока доктора ждем. Но очень красиво, очень рады, что в нашем районе наконец-то сделали нормальную, хорошую поликлинику. Теперь здесь все предельно удобно. Вход в поликлинику разделен на два потока для здоровых и больных детей. Пересекаться они не будут, а значит меньше опасности подхватить дополнительную инфекцию. Кроме того, теперь в поликлинике есть комфортная гардеробная, колясочная, а также комната для кормления малышей и своя игровая зона. Конечно же, во-первых, усталость и удовлетворение одномоментно, потому что я вижу радость людей, которые сюда приходят, я вижу радость своего персонала, я вижу довольные лица, обновленные кабинеты. Мы даже иногда не верим, что это мы сделали, потому что где-то приблизительно 30% этих помещений находились в грубой аварийном состоянии, они не функционировали. И пришлось приложить очень много и архитектурных каких-то решений проектировочных, и усилий для того, чтобы все это очистить, восстановить и сделать вот то, что вы сейчас видите. По решению главы региона на ремонт поликлиники из краевого бюджета выделили больше 10 миллионов рублей. На эти деньги удалось не только провести реконструкцию помещений, но и закупить новую мебель. Еще в этом году для поликлиники приобретут и новое оборудование. Средства на эти цели почти 12 миллионов рублей выделены из федерального бюджета. Это диагностическое оборудование для лор-отделения, лор-комбайн, полный набор для оборудования кабинета окулиста, новый стационарный аппарат УЗИ с кардиологической приставкой, эндоскоп и набор лечебного оборудования для реабилитации. В поликлинике также появилось несколько анализаторов крови и тренажеры для механотерапии. Тетя Зубки, мама подумала, что портится, на самом деле это все в порядке. Семимесячный Семен, ребенок уникальный, родился сразу с двумя зубами. Верная примета, что вырастет умным, смеются стоматологи. А пока вместе с мамой Светланой Семен регулярный пациент Краевой детской стоматологической поликлиники. Мне здесь нравится, и как врачи к детям относятся, и качество. Ладно, как бы больше деньги платишь, а качество не очень. Краевой детской стоматологической поликлинике исполнилось 40 лет, и столько же в ней работает хирургом Надежда Швальбой. Пришла сюда в день открытия 1 июня 1979 года. Каждый день она принимает от 20 до 50 детей разного возраста с разными проблемами. Свою работу Надежда Швальбой называет творческой. Буквально каждый случай необычен и порой требует особого подхода. Иногда даже приходится собирать консилиумы. В Краевой детской стоматологической поликлинике нет прикрепленного населения. И сюда может обратиться любой житель Владивостока и Приморья от рождения и до 18 лет. Клиника государственная, поэтому ко всем врачам можно попасть бесплатно. Раньше сюда записывались традиционно в регистратуре. Сегодня это сделать можно через портал госуслуги или специальный информат. А эти малыши в Краевом детском онкогематологическом центре лежат месяцами. Медицинские манипуляции, которые с ними проводят, выдержит не каждый взрослый. Поэтому даже самая маленькая игрушка, подаренная после серьезного вмешательства, это большая радость для ребенка. А его счастливые глаза добавляют уверенности в счастливый исход болезни. Переносит. Тяжело, конечно. Ну, устали, месяц уже лежим. Ну, нормально, в принципе. Процедуры серьезные, пункции, перевязки, установка и промывка катетеров, вливание труднопереносимых препаратов. Иногда малышей дарево пугает даже простой осмотр врача. Поэтому здесь ценится не только качество медпомощи, а оно здесь очень высокое, но и человеческое тепло медиков и волонтеров, которые окружают детей. Наша съемочная группа побывала в центре во время проведения акции «Коробка храбрости». Сотрудники радио Ви-Би-Си подарили детям игрушки и тепло своих сердец. Чтобы детям было легче переносить тяжелые процедуры, мы уже давно-давно используем игрушки. И когда-то первый раз, когда плакал ребенок на спинномозговой пункции, ему принесли игрушку. Вот, наверное, это было начало «Коробки храбрости». Забота о здоровье с рождения ребенка и даже раньше очень важна. Ценить свое здоровье и больше о нем знать должен и сам ребенок. Специальную программу, нацеленную на медицинское воспитание школьников, запускают в Приморье в ноябре. Блоки программы охватывают здоровое питание, уход за полостью рта, профилактику травматизма. А еще со школьной скамьей ребят будут учить распознавать первые признаки инсульта при помощи диагностики удар. Дети научатся оказывать первую помощь своим близким, больше узнают о собственном здоровье. Нужно отметить большую работу, которую в этом направлении проводит во Владивостоке фонд «Инсульту нет». Ежегодно фонд проводит развлекательное семейное мероприятие под названием «Мы выбираем жизнь». И нужно отметить большой вклад в пропаганду раннего распознавания инсульта авторитетного специалиста, широко известного в крае Дмитрия Хана. Именно он является инициатором семейных праздников, на которых люди всех поколений объединяются против болезни. Вот эти мероприятия, они совершенно в прямой пропорциональной зависимости. То есть, если мы людей привлекаем, мы их обучаем, то, соответственно, мы увеличиваем количество людей, поступающих вовремя. Поэтому я могу сказать, что, например, по сравнению с 2016 годом, в 2016 году людей, вовремя попавших, и которым мы смогли помочь, да, и сделать лечение, их было 70 человек. Сейчас на 9 месяцев это почти 300 человек. Диабет, инсульт и другие болезни, к сожалению, молодеют. Поэтому дети должны как можно больше знать о здоровье и не верить мифам из интернета. Инсульт не бывает у молодых. На самом деле бывает. Надо за собой следить, за здоровьем. Полностью здоровых детей в России в Приморье становится все меньше, и это несмотря на то, что уровень и качество жизни семей растет. Поэтому сбережение детского здоровья – актуальная проблема в каждом регионе. Краевая программа развития здравоохранения, направленная на снижение заболеваемости, на восстановление здоровья детей и подростков, должна и дальше получать необходимое финансирование и кадровое обеспечение. И тогда определение здоров с детства будет звучать в детских поликлиниках все чаще. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин